Пока на игровом фронте настало небольшое затишье, за исключением, конечно же, выхода GTA 5, я решил вспомнить игры, которые горячо полюбились мне в прошлом году. И одним из таких проектов я могу с уверенностью назвать Spec Ops Online, на котором сегодня и пойдет течь. Субтитры сделал DimaTorzok And you're out to save the world Spec Ops это целая серия, берущая свое начало аж с 1998 года. Игру создала студия Зомби, ну а затем к процессу подключилась студия Райнкрафт. Проект выходил преимущественно на PlayStation, ПК и Dreamcast. Но, к сожалению, как нередко бывает, игра не сыскала популярности, и вскоре серия загнулась. Последняя часть вышла в 2002 году и называлась Аэроборн Команда. Но вот прошло 10 лет, и словно феникс из пепла, Spec Ops увидел свет благодаря немецкой студии Ягер, или Яджер, получив приставку V-Line. Попытка эвакуации Дубая закончилась полным провалом. Потери А начиналось все заебато. Песочек, трупы беженцев, прекрасный город Дубай, который после аномально мощных песчаных бурь превратился в ад посреди рая, и всевидящая академократия в непривычной для себя роли начала проводить меры по спасению жителей, которые, к сожалению, провалились. А по-моему, в Дубае есть химическое оружие, и теперь город принадлежит мародерам, бандитам, оставшимся мирным жителям и, самое главное, 33-му батальону под командованием полковника Джона Конрада, который, не подчинившись приказу, решил остаться его, что бы то ни стало, спасти всех мирных жителей. С тех пор от последних героев не было ни слуху, ни духу, но внезапно от Конрада поступает сигнал о провале операции. Командование высылает группу капитана Уокера в составе первого лейтенанта Адамса и старшего сержанта Луга с целью разузнать, что же случилось с 33-м батальоном и оставшимися жителями Дубая. После входа в город начинают всплывать очень серьезные вопросы. Что случилось с выжившими? Что делают в Дубае сразу несколько военных структур? Кто устраивает самосуд над гражданскими и солдатами? Что вообще за дерьмо здесь творится? Прошу внести в протокол. Здесь творится странное. На эти и еще многие вопросы и предстоит ответить отряду Уокера. Вообще разработчики очень неплохо поработали над атмосферой и дизайном уровней. Игра с первых же минут захватывает пейзажами. Вот вы выходите на автомагистраль, на которой в вечной пробке замерли тысячи автомобилей с останками людей, которые пытаясь выбраться из гибнущего города неудачно попали в бурю. Люди, принявшие смерть в самых необычных местах, а также дорогие тачки, яхты, отели и прочее, уже никому не нужная роскошь, создает невероятный контраст и завораживает. А из записей, разбросанных по уровням, можно узнать, что здесь творилось задолго до вас. Но окончательно меня поразил вид с высоты небоскреба. Картина просто невероятная. Никогда богатейший город мира пожирает пустыня. Именно благодаря таким пейзажам я не обращал внимания на откровенно слабую графическую часть. Ведь игра построена на не самом новом движке Unreal Engine 3. Однако разработчики смогли умело замаскировать этот недочет, создав настолько классные уровни, что желание рассматривать текстурки и полигончики отсутствовало напрочь. Однако в плане игрового процесса все не так радужно. Spec Ops Online представляет из себя шутер далеко не первого сорта. Бегайте по уровню, отстреливая врагов, частенько используя укрытие. Но парочку интересных фишек все-таки есть. Песок служит отличным союзником в бою. Сломав слабое препятствие, можно одним махом похоронить вражеский отряд. А у брошенной гранаты усиливается поражающий эффект благодаря поднятой пыли. Также отряду можно отдавать простенькие приказы на уничтожение указанных вами врагов. Слово о врагах. Умом они, к сожалению, не блещут. Некоторые болванчики могут бежать прямо на линию огня. Остается только зажать кнопку мыши и нафаршировать их свинцом. Обобщая все вышесказанное, могу сказать, что именно геймплей стал ложкой дегтя. Из-за него очень многие бросили игру, чего лично я вам не советую. На мой взгляд, игра, пускай и не идеальна, но с задачей развлекать вас вполне справляется. Три бойца против толстяка с айподом? Мне уже страшно. Ожидая неожиданности, Адамс. Прогнись и побеждай, сука. Ну а теперь о самом главном. Это одна из тех игр, а на моей памяти их было совсем немного, которая великолепно передает как внешнее, так и самое главное внутреннее состояние человека на войне. К концу событий вы не узнаете Уокера и его подопечных. Израненные, уставшие, в какой-то степени подавленные, но продолжающие выполнять приказ солдаты. По ходу игры герои будут бросаться друг на друга, искать виновных, сходить с ума. А ты только на жопе сидишь и ждешь, когда все само наладится. Думаешь, мне нравится козли, а? Думаешь, я смогу это забыть? И все это произойдет под тяжестью пережитого, увиденного. И самое главное, под тяжестью выбора, который вам предстоит сделать не раз. Не знаешь, что лучше, поступить правильно или поддаться эмоциям? Оставаться ли в рамках своих представлений о морали, или же уступить порыву и наломать дров? Так или иначе, когда все закончится, остается лишь смириться с результатом. Добавьте ко всему этому отличный саундтрек и великолепный сюжет, который пестрит действительно необычными поворотами, а концовка вообще сносит башню, и вы получите действительно интересную игру. После прохождения я еще долго находился в состоянии вау-эффекта. Настолько отличного сюжета про войну я давно не видел. И пускай игра не идеальна в плане геймплея, в плане графики и в конце концов провалилась в продажах, я считаю, что разработчики создали отличный проект. Ведь если после прохождения есть что вспомнить, то это определенный успех. А с вами был Павел и канал Brain Un. До скорых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok